Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность принятия участия в нашей школе. И так, тему мою на его сообщении озвучили. И из анамнеза пациентка 71 года опухоль в левой молочной железе обнаружила самостоятельно в ноябре 2015 года. 16 декабря после дообследования маммографии было выполнено трепан-биопси образования левой молочной железы. Гистологически получили инвазивную карцинолу молочной железы неспецифического типа второй степени анаплазии. По данным и многих химических исследований рецепторы эстрогенов 8 баллов, прогестерон 7, HER2 нео 0 баллов, кит 67-22%. После уже уточняющих методов дообследования и первичного планирования пациентке 13 января 2016 года была выполнена хирургический этап лечения. Это радикальная секторальная резекция опухоли левой молочной железы. Во время операции ложе опухоли маркировалось рентген-контрастными метками. Окончательное гистологическое заключение инвазивная карцинолу левой молочной железы неспецифического типа второй степени анаплазии. Узел диаметром 1 см. Минимальности это откровив резекции на 2,5 см. Опухолевых эмболов и очагов переневрального роста не обнаружено. В крае резекции опухолевого роста также не обнаружено. Пациентка в последующем консультирована химиотерапевтом. Рекомендована адюматная гормонотерапия тамоксифеном. Ежедневно длительная доза 20 мг в сутки. И консультированная радиотерапевтом показан послеоперационный курс лучевой терапии. И при поступлении уже в радиологическое отделение и комиссионном обсуждении было принято решение о проведении этой пациентки частично ускоренного облучения ложа опухоли. В нашем клинике имеется протокол по лучевой терапии рака молочной железы. И в разделе касаемого частичного облучения мы используем критерии Астра. Жанна Викторовна в предыдущем сообщении их уже вкратце упоминала. Позвольте, я на них еще раз остановлюсь, что это пациентки в возрасте старше 60 лет. Наличие одного очага до 3 см. Без мультицентричности. Это чистые края резекции. Гистологические формы. Все гистологические потипы, кроме долького рака. Отсутствие поражения регионарных лимфоузлов. И расстояние от корови в резекции не более 2 мм. Грейт 1-2. Отсутствие признаков сосудистой и лимфоваскулярной инвазии. Рецепторный статус опухоли положительный. Согласно рекомендациям, при планировании лучевой терапии в клинический объем мишени включается ложе опухоли, определяемое по компьютерной томографии. С исключением хирургических меток. И с краем безопасности 1-1,5 см внутри ткани молочной железы. С обязательным исключением кожи. То есть берется отступ от кожи не менее 3 мм. Из клинического объема исключается обязательно большая грудная мышца. И уже планируемый объем мишени добавляется 1 см. То есть это тот объем, который компенсирует погрешности при укладке. Нами был использован режим фракционирования с разовой очуговой дозой 3,85 грея дважды в день с интервалом 6 часов до суммарной дозы 38,5 грея в течение 5 дней. На данном слайде представлен план уже окончательный. На что здесь следует обратить внимание? Так, а указка есть? Видны, что критические структуры, которые мы выделили. То есть это вправо-лево легкое, это неокард и длинник спинного мозга на протяжении сканируемой зоны. Также белый контур – это контур CTV и синий контур – это контур PTE. При оценке дозы объемных характеристик, вообще считается по данным Квантика и других, правда, нерандомизированных исследований, что вероятность кардиотоксических осложнений в последующем после лучевой терапии, если на 15% объема миокарда приходится доза менее 25 грея. То есть мы эти жесткие условия включили в план оптимизации дозы и, собственно говоря, соблюли их. Так выглядела укладка на ускорителе. Это же пациентка через 6 месяцев. Как мы заметили, что у пациентки не было ни лучевых реакций, ни иной токсичности. Просто почему этот слайд включил? Мы пациентку эту наблюдали год всего. Вообще, если рассматривать результаты исследований клинического РЭПИД, где сравнивается частично ускоренное облучение 3D-CRT, которое мы использовали с классическим вариантом облучения, это 5 недель до суммарной дозы 50 грей. Немножко хуже локальный контроль, порядка 5%, но более хуже косметический результат в виде появления фиброзов в местах входных пучков телеангиоктазии. Но через 6 месяцев мы данной пациентки не наблюдали. И при связи с пациенткой через год, также пациентка субъективно не отмечала каких-то косметических ухудшений. Ну и из данного клинического случая можно сделать такое заключение, что ускоренное частичное облучение молочной железы является альтернативной стандартному облучению уграниченной группы пациенток при соблюдении критериев отбора. Ускоренное частичное облучение с применением 3D-комфортной лучевой терапии легко воспроизводимая методика, хорошо переносится и не сопровождается более выраженными лучевыми реакциями. Спасибо. Спасибо, Альцам. Были какие-нибудь уточняющие вопросы или комментарии? Жанна Викторовна, пожалуйста. Интересно было его послушать, посмотреть, как лечат в других местах. Я хотела у вас уточнить, а какой объем облучаемых тканей, объем СТВ, какой у вас в итоге был? Ну, как я говорил, то есть это ложе опухоли, маркированное хирургическими скрепками в данном случае. Обычно используется это от 3 до 8 скрепок. И край безопасности от скрепок обычной либо от зоны фиброза где-то 1-1,5 сантиметра. А объем облучаемых тканей СТВ, если бы еще плюс ПТВ, объем именно в кубических сантиметрах? Или вы именно у этой пациентки не знаете, какой он? Ну, здесь, честно говоря, по данным литературы не имеет значения объем. Спасибо. Жанна Викторовна, подождите еще. У нас есть вопрос от зрителей нашей трансляции из Волгограда. Вопрос. Скажите, пожалуйста, какие противопоказания к лучевой терапии после реконструктивно-пластических операций? Противопоказания. Противопоказания. После реконструктивно-пластических операций. Если они есть. Таких противопоказаний нет. Абсолютных нет. Только если есть показания для проведения лучевой терапии, то, опять же повторюсь, наличие экспандера, импланта или замещения дефекта перемещенным лоскутом не является противопоказанием для адекватного проведения лучевой терапии. Спасибо большое. Опять же, все еще зависит от места, где планируется проведение лучевой терапии. Зачастую просто технически невозможно адекватно спланировать, если, например, стоит встроенный порт в экспандере, и планирующая система зачастую не дает спланировать индивидуальный план лечения, соответственно, на его начать. Но, опять же, это больше зависит от технической оснащенности отделения радиологии, где планируется лучевая терапия. Спасибо. Спасибо. Да, еще вопрос подает Кирилл Снегславович. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас название операции «Радикальная секторальная резекция», а в гистологическом исследовании операционного материала о лимфоузлах ни слова. Там было вмешательство на подмышленном коллекторе или по каким-то причинам не стали выполнять? Да, может, я упустил этот момент. Была выполнена операция «Радикальная секторальная резекция» с резекцией подмышленной клетчатки. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин